Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые задаете вы на портале экзегет. Вопрос следующий. Он свидетельствовал о том, что было необходимо для спасения человеков, а не о том, что он чувствовал, что он думал, хотя несомненно эти чувства были, мы так о них ничего и не узнаем. Об этих переживаниях мы даже скажем то, что видели то, что происходило на горе преображения, знаем это глазами и свидетельством апостолов. То есть он лично с ними ни о чем не говорил в этом смысле. Что он там, о чем он беседовал с Моисеем или Ильей, что он чувствовал, как это все происходило, он ничего этого не рассказывал. Он говорил только то, что необходимо слушающим его для их спасения. В общем, такова же собственно ситуация с поученистых отцов, таково апостольское наследие. Вот, например, скажем, апостол Петр говорит, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, ну и так далее, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть сокровенное сердце, сокровенное богообщение, где человек кроток и молчит. Сам образ из Нагорной проповеди о том, что кто хочет помолиться, зайди во внутреннюю клеть свою и постоянным рефрером звучать, чтобы Бог, видя тайное, воздал тебе я. То есть предполагая скрывать и саму молитву, и то, что на молитве происходит. Более того, всегда очень дерзким выглядит человек, который начинает вопрошать или допрашивать другого человека о том, какие состояния он переживает на молитве. Это общее правило. Святые отцы любили ссылаться на образ Изякии, царя, который на родостях после своего исцеления, когда к нему пришел вавилонский посол, он показал ему все сокровища, которые у него были. И пророк Исаия его обличил, что этого делать было категорически нельзя. Все то, что ты показал, все будет вывезено вавилон. Надо было скрыть это. Почему так? Потому что человек может поделиться тем, что у него есть, но он всегда борим. У него всегда есть опасность тщеславия, он всегда борим этой страстью. И даже совершенные, такие как Христос, запрещали рассказывать о том, что было сделано. Даже он был осторожен. А если даже совершенным нужна осторожность, что делать несовершенным? Поэтому вот всегда мысль отцов на основании, скажем, вот сюжета из Изякии, они говорили, что вот так вот расскажешь о чем-то сокровенном и потеряешь его. Ты больше этого не будешь. Но действительно так, ведь когда ты рассказываешь другому о своих переживаниях, ты испытываешь все-таки и радость, и благодарность, и много чего другого. И человек восхищен и удивлен тобой, и ты есть награда. Вот ты порадовался, рассказывая об этом, ты поделился этим, ты усладился этим. Другой никакой награды у тебя не будет, ты потерял это. Вот это общий, скажем, такой вот подход к откровению, который ты получаешь. Но есть не общий подход. То есть человек может быть выведен на это свидетельство. Этот выход на свидетельство всегда есть определенное действие воли Божьей, промысла Божьего. И человек действительно получает об этом извещение. Ну скажем, вот мы знаем про Серафима Саровского, когда ему явилась Матерь Божья, вывела его из Келли, чтобы он свидетельствовал, нес вот этот свет, к которому был причастен всем. Он не говорил о своих откровениях, почти ничего об этом не говорил, по крайней мере достоверных свидетельств об этом нет. Но тот свет, тот опыт, он с ним делился независимо. Вот потому что такова была воля Божья. Он сам бы на это никогда не пошел. Вот, или там, допустим, люди пишут, излагают свой опыт, и то с осторожностью, обычно как-то под видом каких-то иных сказаний, как апостол Павел говорит, знаю некого человека во Христе. Вот, скажем так, было написано Лестница. Вот так, по такой потребности были написаны слова Семёра Нового Богослова. Ну и по всей видимости большинство святых отцов, написавших нам изложение опыта жизни, это всегда опыт их жизни, хотя они это всячески скрывают и отстраняются, позиционируя это как некое объективное знание. Но, учитывая обстоятельства того, вот как писали отцы, Симеон или Исаак Силин или Антоний Великий, понимаешь, что это всегда изложение опыта своего собственного, хотя и очень осторожно и разумно вправленного вот в некое объективное свидетельство. Но это всегда было сделано, во-первых, на определенных очень зрелых степенях и духовного, и физического развития, и всегда по некоему действию Божьему. Когда это человек был связан либо прямым повелением Бога, вот сиди и пиши, либо опосредованного заповедью. То есть тебя просит, ты должен дать, как это было, скажем, в случае с Лестницей. Обратился человек с просьбой и, помолившись, Иоанн Лестичник не нашел возможности отказать просимому, получив удостоверение в сердце, что да, на эти просьбу о написании, вот поэтапного описания пути монашеского, нужно ответить тем, что он сделал. Вот. Но важно понимать, то есть, что это всегда некая внешняя сила. Об этом говорит и коротенькая притча из Евангелия, что светильник, говорит Христос, его ставят не под кровать, его ставят на стол, чтобы светил всем в доме. Не светильник ставит себя на стол, а его ставят на стол. То есть всегда вот эта внешняя сила берет по отношению к светильнику, берет и ставит его на стол. Вот это действие, изложенное в притче, короткое, емкое, но оно показывает в том, что светильник не может быть, вот сам себя провозглашать. Христос так не делал, он не трубил о себе, он просто жил, свидетельствовал, а люди должны были узнать, увидеть, поверить. И с тех пор и всегда вот именно так человек не скрывает все свои полученные от Бога дары и откровения. Если Богу угодно, он его выводит, именно Бог, посредством того, что ставит его на учительскую кафедру, на епископское служение, или кто-то, имеющий власть, учительскую власть в церкви, побуждает его написать книгу и так далее. То есть, например, в житии Истителя Николая это очень хорошо отражено. Там сказано, что он всячески скрывал все свои дары и добродетели, но когда стал епископом, он понимает, что он должен быть светильником, и он перестает скрывать свои добродетели, не стесняясь делать это на показ, потому что он должен быть примером для своей паства. Но то, что он получал от Бога, его переживания внутренние, они все равно оставались сокровенными. Он не говорил об этом везде. То есть, какой-то элемент сокровенности внутренней жизни все равно присутствует даже у тех людей, которые промыслом Божьим ставятся на служение другим. Продолжение следует...